В 16.25 по местному времени к областной филармонии его доставил заведующий художественной постановочной части Курганского государственного театра драмы Сергей Чуев. Вернув огонь в лампаду, его занесли внутрь здания. Во время выступления Зауральского симфонического оркестра, посвященного 200-летию великого итальянского композитора Джузеппе Верди, лампа с огнем побывала в концертном зале Курганской областной филармонии. 20 минут хранители огня с заветной лампадой находились в храме искусства. На главной сцене областного центра огонь встретил начальник управления социальной политики правительства Курганской области Дмитрий Пожеленков. Мы все с нетерпением следили с вами за эстафетой, когда она шла по весимым городам нашей необъятной Родины. И вот, наконец, настал тот час, когда эта частица Олимпийского огня здесь у нас. Пожелаем нашим олимпийцам успехов, удачи и, конечно, победы. Это будет наша Олимпиада. На крыльце филармонии Олимпийский огонь был торжественно передан новому факелоносцу Юрию Югову, чемпиону России, двухкратному рекордсмену России, бронзовому призеру чемпионата мира и серебряного призера Кубка мира по парашютному спорту. За высокие спортивные достижения Юрий Николаевич награжден двумя медалями – за воинскую доблесть первой и второй степени. Является обладателем рекорда Гиннеса по купольной парашютной акробатике. Это большой спортивный праздник, это честь для меня и для всей село Зауралия. Я считаю, что мы достойны, наша земля достойна провести вообще Олимпийские игры в Сочи. И мы будем добиваться больших побед и большого количества золотых медалей. Спортсмен также отметил, что свою эстафету Олимпийского огня он посвящает своим внукам. Далее огонь проследовал по улице Куйбышева к главному спортивному объекту Кургана – спорткомплексу «Молодежному». Елена Шевкунова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».